Всем доброе утро. Солнышко встает ровно в шесть. Вот именно из-за такой красоты я люблю просыпаться рано утром. И плюс водичка шикарная. Попросили спросить, отель работает в зимний период. И если да, бассейн с подогревом или нет. Вот сейчас спросим. Мужчина здесь не знает. Ну вот я сейчас позвоню. Кому-то звонит, спрашивает. Закрыто, да? Ну хорошо, спасибо большое. Так что, девчонки, в зимний период отель не работает. Ну и соответственно бассейна тоже никакого нет. Мы вчера встретились с моей зрительницей. Ну по комментариям. И вот она сказала, что она со мной уже очень давно. Где-то примерно года 4, может быть чуть больше. Ну по комментариям я тоже. Вот ее вижу уже очень давно. Они отдыхают. Ой, как она сказала? Мэджик, по-моему. Мэджик. Может быть я неправильно говорю, не знаю. Это пару отелей от моего. И вот мы вчера с ней списались. Она пришла ко мне на пляж. И шли они с дочкой где-то примерно минут 20-15. Познакомились, пообщались. Она фотографию сделала. И сегодня они едут в Анталию. Они ни разу не были. Хотят посмотреть Анталию. Там пошопиться. Вкалечись за эти старый город. Она спрашивала про автобус. Можете меня исправить? Ну как я знаю, с Кемера ты можешь на автобусе, вот на обычном, да? Доехать до Пяти Мигрос. А там уже все остановки рядом. И есть автомат, где ты покупаешь карточку на городской автобус, чтобы доехать уже до самого центра Анталии. По-моему, так. Я что-то такого не припомню, чтобы вот прям с Кемера можно доехать было на обычном автобусе, который здесь там сколько? 2 ора стоит. Сам центр Анталии. Можете меня исправить. В общем, сегодня они в Анталии. А завтра мы с ним договорились прогуляться по променаде. Я ей покажу песчаный пляж. И вы тоже спрашивали. Есть отель Медр. И песчаный пляж. Кто из этого отеля может им пользоваться? Он, я не скажу, он не платный, нет. Он бесплатный. Ну, там всякие вот эти беседки, лежаки. Это за дополнительную плату. Но для тех людей, кто вообще не с отеля. Просто чужой, если зайдет. И также у отеля Медр есть бассейн. Я его тоже еще раз покажу. Хотя у меня он уже мелькал в каких-то видео. А вот как раз мы когда в октябре были в Ланкоре, я ходила, делала обзор. Вот так вот, девчонки. Так что встретилась с зрительницей. А завтра будет у нас прогулка. Я спросила, говорю, я могу снимать? Она говорит, да, можешь снимать, конечно. Поэтому если что, тоже с ней познакомитесь. Ее зовут Ира. И она сказала, что она когда пришла ко мне сюда на пляж, она говорит, у вас галька очень крупная, а у нас мелкая. Поэтому я, может быть, не знаю, завтра или послезавтра, схожу к ним на пляж и покажу, какой там пляж. Я не знаю, горки вам показывала или нет. Они открываются с 10 до 12, потом перерыв. И опять на 2 часа откроется с 14 до 16. Это бассейн спокойный. Если... Вот в последних видео я вам показывала бассейн, где проходит вся анимация, гимнастика. А это спокойный бассейн. Здесь вообще вас никто не трогает. Вот детский. И это наш корпус. А я иду в спа. Покажу, какой здесь спа. Я сама еще не была, поэтому будем с вами вместе смотреть. Здесь вот есть парикмахерская. Я сейчас покажу цены. А вы можете остановить. Там проходят все процедуры. А здесь сауна и хамам. Так, это сауна. Одни мои шлепки скрипят. Это раздевал... Нет, это души перед тем, как зайти в сауну. Максимально три человека. А они закрыты? А, нет, открыто. Следующая сауна. 90 градусов вот стоит. Ой-ой-ой. В такую жару я не знаю, кто ходит в сауну. Я понимаю, там может быть в октябре, в ноябре кто отдыхает. Но еще окей. А вот сейчас самое пекло. А здесь 55. Такая средненькая. Хамам. Тоже все приготовили, наверное. И вот такой хамам. А здесь потолок такой, смотрите. Какой классный. Здесь зона отдыха. Ой. Ну прям вообще. Прям на расслабоне. Смотрите. Можешь пригласить сюда Ромку на романтическое свидание? А прикольно. Мне нравится. Так, а здесь что? А здесь свет можно включить? Какая-то непонятная комната. Мне нравится здесь. Так, ладно. Пройдем дальше. Дальше. Идем дальше. Здесь массаж. Но это уже более знакомая комната. Массаж. Комната, чтобы делали парой. Например, муж и жена все в порядке. Потому что многие, знаю, не соглашаются. Если жене делают массаж. Некоторые мужья не соглашаются. Это раздевалки. Так, и я еще одну комнату пропустила. Пропустила комнату. Она находится вот здесь. Вот здесь. Это что у нас здесь? Так. А здесь тоже комнаты. Массажный кабинет на одного человека. Вторая комната. Здесь вот еще одна. В принципе, все, что для массажа здесь есть. Кабинеты есть. Хамам нормальный. Что еще нужно? Мы со зрительницей, вот с Ирой, когда общались. Вот в тот день, когда она к нам на пляж приходила. Или потом, когда переписывалась. Я уже не помню. Я у нее спросила, если хочешь, можно будет спросить. И ты можешь наш отель посмотреть. Я говорю, конечно, если ты хочешь. Она говорит, конечно, хочу. А подошла на ресепшн, спросила. Они не разрешили. Они сказали, нужно. Они сказали, можно, но только на полчаса. И посидеть в лобби. И все. А вот по территории отеля нет. Мы, говорит, такое не... Ну, не делаем вообще. Не знаю, может не захотели. Ну, ответил мне так. На полчаса можете посидеть в лобби пообщаться. И все. Я ей, конечно, скажу, захочет. Придет на полчаса. Но я думаю, мне кажется, на полчаса не стоит. Они же не в соседнем отеле. Я все-таки им идти. Дошли до Вайкики. Прогуливаемся. Шортики. Эти прям такие толстые. Да. Красненькие шортики. Это юбка шорта. Или? Или нет? А, нет. А, нет. Не пойму. Нет, просто юбка. И стоит эта юбка. Платье в горошек. Платье в горошек. С разрезом. Вот. Красненькая тоже. Белая в красный цветочек. Так, а сколько стоит она? Нету цены. А, вот. Ой, как хорошо снимать, когда нет в магазине музыки. Самое то. Я тут одни футболки присмотрела. Вот. Написано в футболке 149 лир. Но они, девчонки, такие толстые. Мне кажется, в них спотеешь зимой. Ой, летом в смысле. Очень толстые. О, а здесь 229 лир. Ну, очень толстые. Синтетика. Пришли уже в отель. Нагулялись. Сидим в баре. Что насчет завтрашней встречи с подписчицей? Ничего не получается. Вот час вечера. Мы только поужинали. А, уже поужинали. Успели прогуляться. А они только приехали. И, в общем, она очень устала. И еще, вроде бы, как простыла чуть-чуть. И она сказала, что давай нашу встречу отложим. Так что все отменяется, девчонки. Вот такая всегда атмосфера после ужина. Все сидят в баре. А я иду на пирс. Некоторые еще купаются. Между прочим, я еще ни разу в бассейне не искупалась. Ну, купаются еще. Дядя, охранник. Он не фокусируется. Мы где-то всегда вот здесь лежим. Вот это салют. Вот ты, господи. Я большой, думала. Миндзонный están дизельно. На второй этап заражен.